Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевой, Черкесии в ближайшее время пройдет ряд крупных спортивных событий. Итак, к главным новостям. Главный федеральный инспектор по Карачаевой, Черкесии Игорь Дральщиков, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФУ по Карачаевой, Черкесии Юрий Ясько и министр образования и науки Республики Инна Кравченко посетили пункты временного размещения граждан из Донецкой и Луганской республик. Рабочая поездка была совершена в целях контроля за соблюдением условий размещения вынужденных переселенцев, обеспечения их жизнеустройства и содействия в трудоустройстве. Особое внимание в ходе встречи с гражданами ДНР и ЛНР было уделено соцподдержке несовершеннолетних граждан и их устройству в образовательные учреждения к наступающему учебному году. Отметим, что в настоящее время на территории Карачаевой, Черкесии проживает 263 беженца. Часть прибывших прибывает у родственников, проживающих в Карачаевой, Черкесии постоянно, а часть в пунктах временного размещения. В связи с установившейся в последнее время на территории Карачаевой, Черкесии сухой жаркой погодой, а также с увеличением числа природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов на территории республики введен особый противопожарный режим. В связи с чем в лесах и на землях сельхозназначения запрещается проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание стерней и порубочных остатков, комментирует заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачаевой, Черкесии Алексей Нарвыш. В связи с устоявшейся горячей и сухой погодой на территории Карачаевой, Черкесской республики прошло увеличение количества числа пожаров на 37%. Поэтому по становлению правительства Карачаевой, Черкесской республики, номер 205, установлен особый противопожарный режим, в котором указаны мероприятия на стабилизацию обстановки с пожарами, а именно запрет разведения костров, запрет сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков. Вместе с тем, при введении особого противопожарного режима сумма административных протоколов удваивается, то есть на граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных от 20 до 40 и на юридических лиц от 200 до 400. В Карачаевой, Черкесии планируется создать стратегию пространственного развития объекта на территории курорта Дамбай. На ее основании он получит пошаговую стратегию развития, в том числе и в сфере экологического туризма. В ходе форума «Путешествую» было также отмечено, что новые территории можно было бы соединить с существующей зоной катания и создать там туристические деревни. Для этого требуется утверждение плана правительством России. В преддверии предстоящего единого дня голосования, которое состоится в сентябре, в Общественной палате состоялось подписание соглашения с региональными отделениями политических партий. Оно предполагает обеспечение эффективного наблюдения за предстоящим голосованием по выборам депутатов Советов муниципальных районов. Речь идет об обмене опытом, взаимных консультациях, подготовке наблюдателей и разработке методик. Одним из приоритетных вопросов является открытость и конкурентоспособность на выборах, соблюдение федерального и регионального законодательств. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова. Мы должны услышать от всех сторон электорального процесса, что действительно все стадии выборного процесса не нарушается законодательство в них, что все открыто происходит соответственно. И дальше, после того, как мы обсудим, как работает с политическим партием в политическом пространстве, мы перейдем к подписанию соглашения. Ведь мы понимаем, что это главные игроки сейчас на политическом поле. И мы хотим показать политическим партиям, что Общественная палата открыта, что в первую очередь главная задача подписания это соглашение, что политические партии доверяют Общественной палате, что они понимают, что Общественная палата доказала, что это именно тот орган, который независим, и не будет представлять интересы никаких партий, а для него главное – каждый голос избирателя. Итак, каждый голос избирателя в чем? В том, что политические партии, подписывая соглашение, дают согласие в первую очередь на то, чтобы вместе с Общественной палатой проводить обучение. Мы им предлагаем своих тренеров-преподавателей, которые обладают достаточной подготовкой, и многие партии потом соглашаются, и мы совместно проводим обучение. Далее, мы подчеркиваем в этом соглашении, что мы в первую очередь за честные выборы, и мы за то, чтобы законодательство не нарушалось, а отражались интересы наших граждан. В Карачаево-Черкесии в середине лета уже полностью выполнен годовой план по искусственному лесовосстановлению. Работа проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и охватила площадь порядка трех гектаров. Подробности сообщила консультант отдела лесного хозяйства Государственного лесного реестра Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Асият Балатова. В текущем 2022 году в рамках реализации проекта «Сохранение лесов», а также выполнения государственного задания Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесской республики были выполнены следующие мероприятия. В части выполнения искусственного лесовосстановления была выполнена площадь 2,6 гектаров. Дополнение лесных культур было выполнено на площади 5 гектаров. Проведение агротехнического ухода на площади 33,4 гектара. Все мероприятия, запланированные в рамках реализации национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесской республики были выполнены в установленные сроки и в полном объеме. С начала года в Черкесске снесено порядка 600 незаконно установленных рекламных конструкций. Незаконная реклама снесена на Ленина, Ставропольской, Умар-Алиево, Октябрьское, Пятигорском шоссе и других улицах города. В августе и сентябре будет снесено еще 50 таких объектов и 5 рекламных счетов. В прошлом году в столице Карачаева-Черкесии демонтировали намного меньше таких объектов, 420 конструкций. Градоначальник выразил уверенность, что поэтапно город избавится от незаконных вывесок, баннеров и счетов. Реклама должна информировать, украшать, а не портить внешний вид города. Системно, поэтапно, но мы должны улучшать облик столицы, республики. Научимся поступать в соответствии с правилами благоустройства Черкеска, написал мэр столицы Карачаева-Черкесии Баскаев. Работы по выявлению и демонтажу незаконной рекламы проводятся повсеместно специалистами отдела наружной рекламы, управления, градостроительства и архитектуры. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав, введены высокие штрафы, уголовное наказание и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения МВД по Карачаеве-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ Управление транспортным средством водителям, не имеющим право управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 Прим-3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 Прим-7 Коап РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. Попытку передачи запрещенных веществ арестованному пресекли сотрудники отдела МВД России по Черкесску. 24-летний житель Черкеска принес продукты в спецприемник для передачи арестованному гражданину. При проверке посылки в заводской упаковке с Айраном сотрудники полиции обнаружили и изъяли шприц с жидкостью и 5 капсул с веществом. Мужчина, принесший посылку, пояснил, что в них содержатся наркотики. Изъятые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Карачаево-Черкесии, по результатам которого будет принято решение. Сотрудники отдела МВД России по Прикубанскому району задержали в Нальчике гражданина, скрывавшегося от суда. Ранее он был объявлен в федеральный розыск и является подсудимым по делу о мошенничестве. Его обвиняют в том, что он, введя в заблуждение жительницу поселка Ударного Прикубанского района, похитил у нее более полумиллиона рублей. Задержанный доставлен в Карачаево-Черкесию и заключен под стражу. Горные маршруты, сплавы по рекам, походы по малоизвестным, но красивым природным местам. Все это не только расширяет кругозор человека, но и таит в себе опасность. Поэтому все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться не составит труда. Также это можно сделать в онлайн-режиме, сообщил начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России по Карачаево-Черкесии Андрей Мозгов. Ставьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4000 метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим, и чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе. То есть преодолевать те же самые опасные участки, преодолевать трещины ледниковых и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать некую маршруту, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. В Архазии прошел первый фестиваль науки и музыки «Под открытым небом. Другой звук». За три дня жители и гости республики получили новый опыт познания окружающего мира и себя через эмоциональное, интеллектуальное и физическое участие. Для гостей была организована увлекательная программа «Научно-музыкальные прогулки в горах», симфонические выступления среди живописных пейзажей и многое другое. Комментирует министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Более 40 человек музыкантов из Москвы, из других городов приехали. Это уже сложившиеся оркестры, это маленькие коллективы, это отдельные мастера, которые на протяжении четырех дней фестиваля будут проводить и научные беседы о музыке, и играть, причем в самых необычных форматах и в самых необычных местах. Такого у нас еще не было. Это классика под звездами, это классика под открытым небом. И я рад, что наша республика становится местом притяжения любителей культуры. В Черкесске продолжается благоустройство сквера имени Есенина. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ. С февраля месяца начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат. На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат. Это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережная, Угуте, Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года. С 9 по 15 августа высокогорный северокавказский форум МАХАР-2022 соберет около 100 участников из всех регионов СКФО и Юга России. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях. Социальное проектирование, студенческий туризм, творчество, креативная индустрия. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкесский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. С 25 по 27 августа в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоятся международные соревнования Кубок президента Союза Тэквондо России среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет. В соревнованиях примут участие амбассадоры данного вида спорта, олимпийские чемпионы Максим Хромцов и Владислав Ларин, серебряные и бронзовые призеры Олимпиады Токио-2020 Татьяна Минина и Михаил Артамонов, а также весь основной состав сборной команды России по Тэквондо. Ожидается участие сборных команд Ирана, Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии. Карачаево-Черкесию представят на турнире также сборные команды среди женщин и мужчин, юниоров и юниорок. Организаторами турнира являются Министерство физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии, Федерация Тэквондо-Карачаева-Черкесии и Главная судейская комиссия Союза Тэквондо России. В год столетия Карачаева-Черкесии в Черкесске также пройдет первый всероссийский турнир по боксу в памяти заслуженного тренера России и почетного гражданина Черкеска Александра Давыдова. Торжественное открытие турнира состоится 16 августа в 16.00 во дворце спорта «Юбилейный». На большое спортивное мероприятие жителей и гостей города пригласил мэр столицы Карачаева-Черкесии Алексей Баскаев. Александр Степанович за долгие годы своей тренерской деятельности воспитал доблестную плеяду мастеров спорта различного уровня и ранга, в том числе и международного класса. «Сегодня выдающегося учителя нет с нами, но светлая и добрая память о нем жива и будет жить в наших сердцах», – написал в своих соцсетях градоначальник. По инициативе МВД по Карачаево-Черкесии в столице республики состоялся футбольный турнир среди подопечных отдела по делам несовершеннолетних. Проведение подобного рода мероприятий очень важно, так как благодаря им у детей формируется любовь к спорту, здоровому образу жизни и некая сплоченность. В них вырабатываются ценностные ориентиры, которые помогут в дальнейшем выбрать правильный путь в жизни, уверены сотрудники полиции. Напомним, что данный турнир приурочен к всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка». Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова